Миссия невыполнима! Думаю, будет весело! И начинать ее собирать. Первый слой. Ну, пока, видишь, он ничего не скрыл. Видишь, у нас вот такие вещи остались, то есть они уйдут только после нескольких слоев грунта. Мы очистили раму полностью до металла, и для того, чтобы она у нас не заржавела, мы ее на следующий день сразу же загрунтовали. Дальше у нас еще несколько слоев грунта, и будем красить ее. А на данный момент мы сейчас вынесем отсюда раму, и будем заносить мосты, всякие рычаги, клюшки, всякую херню, короче, мелочи, которые, по-моему, до сих пор не загрунтовали. Но они, кстати, не заржавели. Сколько уже? День, день-два прошло. Кстати, я что-то уже видел комментарий, а мы в прошлой серии сказали, почему мы не разбирали мосты. Итак, там один из подписчиков прислал вопрос, почему мы песочили мосты в сборе. Задний мост, он конструктивно очень простой, позволяет отпесочить его в сборе без тормозного диска. Вот, как видите, вот посадочное место под тормозной диск, он снят. Отпесочить его полностью, исключая неочищенные места. У него не остается таких мест, куда песок не может попасть. Это также позволяет отпесочить его, исключить попадание песка внутрь, потому что песок изнутри моста очень тяжело удалить. Он сварной, он имеет швы там, имеет неровности, за которые песок засыпается. Плюс он масляный, его невозможно, ну, возможно, конечно, но очень дорого станет по материалам обезжирить так, чтобы он стал сухой абсолютно внутри. Вот, а передний мост, как видите, у него сняты кулаки, у него приклеен только редуктор. Вот, и кулаки мы отдельно песочили, мы их разобрали. Вот у нас поворотные шары. Это мы будем чистить вручную, все, чтобы не повредить хром, потому что хромировать это очень дорого. И вот кулак. Кулак, он достаточно сложной формы, поэтому мы его сняли. И при этом внутренняя поверхность, которая требует мойки и очистки, она небольшая. Вот, видите, она, то есть, это все помоется в тазике со щеточкой. То есть, это будет все выглядеть нормально. И потом мы соберем все это и прикрутим вот сюда, вот планик переднего моста. Еще раз, ребят, все восстанавливается по уму настолько, насколько это может быть в нашем бюджете. Бюджет у нас, напоминаю, всего лишь 1 миллион рублей. И срок до мая. Если мы будем на такие, как бы, мелочи уделять очень много времени, то, скорее всего, мы к маю просто тупо не соберем эту машину. Мы все делаем по уму. Это не реставрация, это восстановление автомобиля. Все, погнали выносить раму. Ебать! Ебать! Нихуя! Килограмм она тяжелее. Я ее ел, короче. Ебать! Ненавижу вообще. А вы говорите, я ничего не делаю. Хожу, тут рамы таскаю. Сколько она весит? Килограмм 100? Мне кажется, все 200. Так, пока у нас все готовится к покраске, мы решили время не терять и снять салон с нашего донора, который был... Но это не донор, блин. Это у нас просто салон и куча металла. Не знаем пока, что с ним делать, но салон нам надо с него снять точно. Микролифт, типа? Типа, да. Он, причем, у него не просто микролифт. Офигеть! А что с подголовником у нас? Подголовником какая-то порноха, потому что здесь... Лялый? Вырвано. А-а-а. Сиденьки вроде целы. Слушай, ну, других вариантов-то нету в любом случае. Не, ехать покупать еще где-нибудь целую машину с целым салоном? Не-не-не-не-не. Не-не-не. Не варик. Ох, как холодно на улице. А это говорит нам о том, что наступила зима, и у нас остается всего лишь полтора месяца до Нового года для того, чтобы собрать раму с кузовом по нашему плану. Ну, в последнее время что-то эта машина очень много занимает времени, сил, забирает деньги. Последние. Они у меня все в этом Мерседесе. Ну, ничего страшного. Я активно сейчас пользуюсь картой Тинькофф Драйв. Это выгодная кредитная карта для автовладельцев. У нее есть много фишек, о которых я вам сейчас расскажу. Благодаря этой карте вы получаете 10% кэшбэка за оплату топлива и покупок на АЗС. 10% кэшбэка за любой полис Тинькофф страхования. 5% кэшбэк за любые автоуслуги. Например, шинмонтаж, мойка, покупка новых запчастей. 5% кэшбэк за оплату парковок и штрафов через Тинькофф. А самое главное, вы получаете 1% с любых покупок по карте. Ну, например, вы зашли вечером в магазин, купили продуктов домой, а вам раз, 1%. Приятно же. А еще кредитная карта Тинькофф Драйв. Это кредитный лимит до 700 тысяч рублей. До 55 дней без процентов. Вовремя возвращайте деньги, чтобы не платить проценты. Возможность рассрочки до года. Совершайте любые покупки у партнеров банка без процентов. Узнайте решение банка сразу после заявки. А ссылку на кредитную карту Тинькофф Драйв я оставлю в описании. Но я вам советую поторопиться, потому что если вы оформите карту до 14 ноября, служение этой карты будет совершенно бесплатно навсегда. Вне условиях акции. 990 рублей в год. Ребята, если у вас есть такой ржойер на автомате, напишите мне, пожалуйста. Я бы с радостью его купил. Если дизельный есть, то тоже хорошо. Получается, в этой машине у нас полный комплект. Резиновые ковры все на месте. Эти крепления все на месте. Кожухи на месте. Единственное, что это опять центральная консоль от дрючины. Но у нас механическая она... Ну а какая разница там же... Ну вот эта часть, вот эта, она у нас как бы целая. Она не испорчена. У нас испорчена вот именно накладка селектора. Но механическая она по-другому выглядит. Ну она другая, но какая разница. Да, да, да. Я к тому, что этот нам не нужен. И то, что она как бы немножко испорчена, это ничего страшного. У нас получается весь салон комплектный. Салон почти комплектный, да. Кроме каких-то мелочей. Но как раз мы бы никогда в жизни эти мелочи не нашли, мне кажется, да? Ну это очень сложно. Это удачная покупка. В контексте вот именно комплектности пластика салона, это... Все есть. Все есть, да. Вот оно и есть. Нежные велюровые кресла. Качественный лакшери-декор. Обороты набирает резко. Итак, мы уже завершаем покраску рамы. Также уже половина запчастей открашена. Идем к нашему плану. Покраску мы сейчас завершим. Вычеркнем. Далее у нас идет сборка. По поводу сборки. Мы не можем приступать к кузову, поэтому в срочном порядке мы сейчас будем собирать раму, для того, чтобы выкатить ее на улицу, чтобы она нам не мешалась. Соответственно, у нас остаются детали, которые мы еще не покрасили. Они будут также покрашены. Амортизаторы мы уже заказали новые. Будем ждать их, когда они придут. Может в этой серии, может потом. Выявлено, что у нас стаканы, в которых крепятся амортизаторы, полностью сгнили на всех трех машинах. Вариантов нет. Приходится заказывать новые, так как эти отреставрировать невозможно. Также пружины у нас идут тоже от последнего донора, так как новые мы не нашли. Но будем искать. Но пока возьмем эти. Это самые живые пружины. Машина стояла ровно. И пружина хотя бы из одного комплекта. Так, предварительно мы сейчас их будем пескоструить. Покрасим. Ну, на всякий случай, если вдруг не найдем новые, будем использовать эти, чтобы они у нас были такие же красивые, как и вся рама. Ладно, хватит разговоров уже. Давайте приступать к сборке. Сейчас обслужим пока все наши, будем их называть рычаги. Поменяем сайлентблоки. Начнем собирать мосты. Точнее, сначала их разберем, чтобы поменять все сальнички. Да, и я очень надеюсь, что к концу этого ролика мы наконец-то приступим к кузову. Это у нас самая сложная деталь, которая непонятно, сколько уйдет на нее времени. Но я надеюсь, что, как сказал наш главный механик, что максимум месяц, и все будет готово. Всем привет. Друзья, традиционный конкурс у нас по прошлому видео победил вот этот вот человек. Ты стрижешь на меня совершенно бесплатно. И, кстати говоря, у нас появились вот такие вот замечательные стойки, в которых теперь можно, помимо кофе, купить всякие батончики, шоколадки. В общем, все полезное и вкусное. У нас появились стойки. Также у нас появилась вот такая вот замечательная стойка, на которой стоит холодильник. Ну, а самое важное, это вот, как вы думаете, что? Это наш секретный бар для посетителей барбершопа. Ну, здесь пока мало напитков. По плану, что у нас здесь будет стоять много разных вкусных напитков. И наших дорогих гостей мы будем с радостью угощать. Также, друзья, приезжайте ко мне в барбершоп. Во-первых, посмотрите на всю эту клевую атмосферу, которую я создаю уже два с лишним года. Ну, и плюс ко всему, можете немножко пухануть. Ну, я напоминаю, что человек, который выиграл конкурсы, стрижется у меня бесплатно. Если вдруг ты не из Москвы, то вот эту вот наклеечку мы тебе отправляем совершенно бесплатно. Она у нас участвует в розыше Porsche Panamera GTS. Друзья, Panamera очень крутая. И если вдруг она вам не нужна, то мы либо выплатим вам деньги, которые компенсируют ее стоимость. На эти деньги вы, например, сможете, я не знаю, купить себе квартиру, покрыть долги. Ну, либо, я не знаю, съездить в кругосветное путешествие. Потому что сумма в целом немаленькая. Это целых 2 миллиона рублей. Ну, а если вы просто хотите меня поддержать и получить возможность выиграть эту крутую тачку, переходите по ссылочке в описании к ролику и заказывайте наклейки. На них нужны гайки, да. Гайки вот. Вот эти болты мы купили новые. Короче, сейчас поедем в крепмаркет покупать новый крепеж. Да, сейчас Егор нам подпишет все гайки и болты, которые нужно купить, количество, потому что, ну, запомните, это нереально. Ну, почему нереально? Все за люди, а. Вот берешь, почему нереально? А, я просто на подсъемах, да, работаю. Я разберусь, да. Схема моя, моя, рабочая, рабочая. Ну и все. Так по поводу болтов. Те, которые можно купить новыми, мы будем покупать новыми. Те, которые невозможно, они не продаются или еще какие-то с ними проблемы, мы будем сами их пытаться восстановить, да, Егорыч? Да. Вот эти вот, они в принципе не гнилые. Их можно почистить и отдать в гальваник, чтобы они опять желтенькие были. Либо почистить, отпесочить и покрасить. Итог. Сейчас берем все болты, гайки и едем в Крепмаркет. Ну что ж, у нас первый раз поздравили с Рейнджуэвером. Сказали, ***, такие гайки заказывайте в оригинале. Решили сейчас снять постанову. Вот, работаем. Почему вы делаете это сейчас? Как, почему? Потому что распиздяй, бля. Взял неопытных сотрудников на работу, бля, не снимаю. Чуть-чуть придется потом красить еще раз. Почему вы делаете это с помощью головок? Потому что нам никто не дал инструмент, а самим купить не вариант. У нас же все миллион рублей. Вот я этот пресс принес из дома. Вот у меня дома был пресс. У меня остался со времен сервис, я решил его не продавать. Вот оставил себе, вот сейчас пригодился. Там еще один у нас. А что это за хрень? Я не знаю, почему мы решили сайлентблоки менять после покраски. Но это была наша фатальная ошибка. У нас нет оправы, оправки такой, чтобы точно выдавить сайлентблок из клюшки. Мы не смогли ничего подобрать, поэтому разбираем это все варварственными методами. Пиздец, да? Прикрасили. Да. Ты не кашляешь? Да. Ну камера есть, еще прикрасим. Надо их было сначала выпрессовать, потом поменять. Надо было их сначала выпрессовать, отпесочить, покрасить, а потом запрессовать. Что мы сделали наоборот? Ну говнари. Да, чебурашка упала. Чебурашка упала, да. Причем вопрос даже не в миллионе, а просто в подходе. В подходе, да. Просто говнари. Что это за шум? Это мотаны. А если бы он красил бы со снятыми сайлентами, он закрасил бы эти отверстия, а потом что запрессовал? Пришлось бы их очищать. А как тогда делают, по-моему? Точно. Мы не стали, кстати, песочить. В заводе и краситься в заводских условиях. Да. А как, а... Сайлент прям крашеный. Сто раз так делал, ни разу не прокатил. Как говорится, главный результат. Короче, пришел Саша. Это наш серый кардинал. И сказал, что мы не говнари. И все мы делаем так, как и планировали. Ну потому что, если свежеотпесоченные детали брать и туда прессовать новые сайлентблоки, то жирными руками отпесоченные детали можно заляпать, и потом их не покрасить. Это как бы куча лишней работы. А если оно чуть-чуть даже там где-то обдерется или сколется, это можно аккуратно подкрасить, и ничего видно не будет. И все будет так здорово и хорошо. А вот прессовать плашкой – это херово. У нас наконец-то открашены все детали, и мы приступаем к сборке мостов. Ну как говорится, хотели начать с переднего моста, но Егор сказал, что лучше начать с заднего. Так что мы сейчас соберем сначала задний, а потом перейдем к переднему. Так что... Так, подушки мы купили новые, и болты с гайками тоже купили новые. Весь крепеж, который возможно было купить новый, мы купили новый, а который невозможно было купить, мы оставили старый. Мы разбираем сейчас ступицу для того, чтобы поменять на их сальники, заложить новую смазку и помыть там все. Вдруг там песочек, да? Нет, песочек там никакого нет. Ну вот сейчас всем и покажем. Так, что мы сделали за прошедшую неделю? Как видите, задняя часть рамы у нас уже стоит на колесах. Мы поставили А-образный рычаг, поменяли шаровую опору большую. Осталось поставить только сам Невамат. Прикрутили, поставили на место амортизаторы и поставили пружины. Соответственно, у нас задняя часть рамы готова за исключением Невамата. Невамат мы прикрутим отдельно, там надо еще кое-что помыть, кое-что почистить. По переду мы поставили стаканы, как видите, под амортизаторы. Стаканы не очень хорошие, особенно вот с этой стороны видно будет там. Потому что мы нашли более такие приличные, подлежащие ремонту стаканы. Нам прислали их из Ярославля. Вот мы будем их разбирать, делать, а эти мы просто загрунтовали, чтобы они выглядели нормально и поставили на время. Стаканы эти у нас, они гнилые совсем, и они были приварены. Кто-то из предыдущих владельцев на зеленом рейндж-ровере, у него отломились две шпильки, и он не нашел ничего лучше, чем просто приварить стакан к раме. Как бы гениальное решение. Так, делаться, я думаю, это будет все в процессе там как-то параллельно с кузовом. Также мы собрали передний мост практически полностью. Осталось воткнуть одну полуось и поставить ступицы с тормозными дисками. Повесить мост на раму и прикрутить колеса. В принципе, рама с мостами у нас готова. Мы ее сегодня планируем выкатить. Мы собрали передний мост, собрали ступицы, поставили тормозные диски. Тормозные диски, как вы помните, у нас остались от серого. Мы почистили у них торцевую поверхность, где маркировка. Диски у нас АТЕ, и они в очень хорошем состоянии. Сейчас мы возьмем штанги-циркуль и замерим остаток тормозного диска. По маркировке у него толщина минимальная 13 мм должна быть. Тут у нас осталось 13,5 мм. У нас еще есть полмиллиметра. Что, ну мы поменяли сальники, соответственно, поставили прокладки новые все. Масла мы не заливали пока. В редуктора масло заливается отдельно здесь. Вот, тут у нее заливная пробка, тут контрольная и тут сливная. У них у всех какой-то странный... Ну, то есть заливная, понятно, она большая. Сливная, она какая-то очень странно маленькая, потому что у нее там шестерка, грубо говоря, болт вкрученный. Не знаю, что через него сливать вообще и сколько по времени. Но это мы будем уже делать потом, когда мосты будут стоять на раме. Поставили рулевую тягу поперечную, чтобы у нас колеса как-то дружились друг с другом. Ну и, собственно, сейчас будем накидывать колеса, закатывать его под раму и соединять. Так, ну что, мы закончили собирать раму. Сегодня такой, как говорится, плодотворный день был. Она у нас полностью собрана. Как полностью? Полностью собрано то, что у нас было в наличии. Мы не поставили рулевую машинку, панару там и еще кое-какие мелочи, потому что у нас нет запчастей. Для того, чтобы поставить рулевую, нам нужны наконечники, которые все едут, едут, никак не доедут. Там кое-какие гайки, болты, ну, некоторый крепеж, как я говорил ранее, с ним проблемы. Вот, поэтому мы все оставляем так, как есть. Она у нас стоит на колесах. Все, то есть шасси собрано практически полностью. Завтра мы выкатываем ее на улицу, накрываем и начинаем заниматься кузовом. По кузову у нас план примерно такой, что мы доразбираем синий, снимаем с него торпеду, отсверливаем тоннель, отсверливаем пол. Смотрим, насколько это все там вообще, в принципе, пригодно к использованию здесь. И с этого мы начнем, как бы, восстановление этого кузова. Редактор субтитров А.Семкин